Привет, друзья! Один человек, один комментатор написал, что вот говорит как раз короткие ролики. Хорошо, вот чай, вот перерыв на чай, на работе, вероятно, человек смотрит. Это очень удобно. Мне это очень импонирует. На самом деле, наверное, чай один из моих любимых напитков. И вот я люблю каждое утро или вечер проводить с небольшой такой чашечкой чая. Вот решил и сейчас заварить черного чая без сахара, для того, чтобы вместе с вами попить и поговорить, рассказать вам очередную историю. История непростая. Изначально я хотел ее снимать с велосипедом на улице, но потом подумал, ну зачем вот все это шутовство? Потому что на велосипеде я, к сожалению, катаюсь совсем нечасто, хотя очень уважаю и люблю этот вид транспорта. Но люблю его не так, как Глеб Леонтьевич Тралин, наш сегодняшний герой. Уроженец Псковщины, который с 1928 по 1931 год, три года колесил на велосипеде по Советскому Союзу и проехал Крайний Север. Там, где стояли ледоколы, а он ехал. Он ехал на своем велосипеде. И свой НЗ, свой запас он распечатал только через три года. Три года и несколько месяцев длилось его путешествие. На Земире я часто критикую рекорды. Разные рекорды, абсолютно нелепые. То трезубец из бутербродов салом, то какие-то шарики, то какая-то самая большая группа людей, которая там чихнет или еще что-то сделает. Не суть важна. Потому что все эти рекорды – это абсолютно бессмыслица. Но есть рекорды, перед которыми я буквально снимаю шляпы, которые действительно великие. Безусловно, это спортивные какие-то рекорды, это какие-то достижения. Это когда человек, превозмогая себя, ставит какую-то планку и ее достигает. Ну и, конечно же, это рекорд человека, которого называли «человек с железным оленем» – Глеба Леонтьевича Трайка. Только представьте себе, пять лет человек готовился к этому путешествию. Он изъездил всю Псковщину вдоль и поперек. Он изучал геологию, он изучал слесарное дело. Он всячески готовился. У него был другой немного велосипед. Он увеличивал нагрузки. И в итоге, когда он поедет в путешествие, то сам Трайвин, он такой был человек, не очень крупный, но до 80 килограмм, так скажем. И его велосипед со всем снаряжением весил примерно столько же. Велосипед, надо отдать должное, был американским, но был хорошим. Трайвину, конечно, приходилось его дорабатывать. Но вы понимаете, что отправляясь в такое путешествие, ни на кого, кроме как на себя, полагаться он не мог. Потому что это не сейчас. За ним бы никто не высылал какую-то спасательную экспедицию. Да и вообще знали бы, где он или нет. Но в итоге, когда он вернется, через три с небольшим года, в его так называемом паспорте путешественника, будет более 500 печатей, которые ставили его в разных населенных пунктах. Ну а там, где он проезжал по Крайнему Северу, там, вы понимаете, населенных пунктов было и немного. Заряжал он и в Украинскую СССР, проезжал там и Харьков, а потом ездил даже в Крым. И вот Крым ему понравился. Конечно, там было очень хорошо. Это было как раз в теплое время года. Но он сказал, что это непозволительная роскошь. Он боится вот тут вот совсем расслабиться, потому что дальше ему опять нужно возвращаться и завершить свое путешествие по границам Советского Союза. С 1928 по 1931 год. Вот казалось бы, люди старались, доказывали, показывали, а вот Травин поехал и сделал это. Безусловно, подготовившись, безусловно, очень сильно рискуя, рискуя каждый день своей жизни. Есть книга «Человек железного оленя», можете ее почитать. Очень интересный этот рассказ. Это художественная книга, безусловно, но она вот имеет в основе свои документальные подтверждения, документальный рассказ. Автор часто бывал в Скобии, много изучал и даже встречался с самим Травином. А есть вот такая вот кинохроника. Но тут, правда, кинохроника отдельно, а звук отдельно. Но это собрали вместе товарищи, и кинохроника как бы оттуда же, вот с родины Травина. А вот голос — это запись радиопрограммы. Радиопрограмма. Радиопрограмма, она вот сейчас находится в архиве старого радио. И вот здесь, как бы, Глеб Травин беседует с одним из известнейших радиоведущих. Вот душевный, простой разговор. И вообще, я поставлю ссылочку на эту беседу в описании, потому что, ну, вот я думаю, многим сегодняшним журналистам, и радиожурналистам, и тележурналистам стоит слушать, как вообще это было. Как люди проводили свои программы, как люди вот заботились о том, чтобы зритель услышал, чтобы зритель прочувствовал, потому что радио — это огромная сила. Знаете, пару лет назад, вот у меня была мечта поработать на радио BBC, вот как-то с ним, вот просто. Но вот мне казалось, что это настолько здорово, и в один день мне позвонили, я время от времени работаю с разными Western Media, да, с западными медиа. И мне позвонили и говорят, что вот, слушай, а можешь тут вот пару дней, тут люди, я говорю, откуда они говорят BBC? Я говорю, хорошо, они о радио. Я говорю, да, с радио могу. У меня есть там некоторые нюансы по телевидению, вот с радио могу. И вот так получилось, что вот эти несколько дней я провел вот с радейщиками BBC, которые прилетали, которые вот делали большую такую 45-минутную радио-программу об уходе Барака Обамы, и о том, что вот будет новый президент в Соединенных Штатах, это было какое-то время назад. И вот-вот и я тоже прикоснулся к радио. Потом я даже был в студии, я там давал такой вот небольшой комментарий, но это было довольно интересно. Интересный такой опыт. И честно вам скажу, вот, наверное, мне в чем-то ближе даже подкаст, вот, аудиозапись. Но так как этот формат у нас не очень развивается, потому вот YouTube, изучаем беседы. Ну и так, Глеб Трайм. То есть вот он по радио выступал, рассказывал, рассказывал о своем путешествии уже на слоне лет, то есть это уже 60-е годы, по-моему, 64-го года запись. Но послушайте внимательно. Первое. Вот что бы то ни стало, передвигаться только на велосипеде и с велосипедом. Основное средство передвижения. Второе. Не за счет денег и приработка, а основное питание располагать на подножный корм. Чем богата природа. Брать все от природы. Это не то, что... Не брал с собой никаких запасов. Принципиально. Да, но был у меня неприкосновенный запас. НЗ, который взял я из Петропавловска. Но скажу вам вперед. И половину этого запаса в Петропавловск привез. Распечатал НЗ через три года. А в основном питался чем? Ну, по-первых, и дичи, там, где было ее много. Всевозможными, так сказать, живыми существами. И рыбой, которую ловил не спиннингом, тогда не было с ним. И удочки не было. А я просто из велосипедной спицы сделал крючок и им, значит, добывал. Без наживки. В северных условиях. Там не нужно наживки, а там трещина, значит, появляется рыба. Воздух ближе. Ее только надо суметь поддеть. Если бы сачок был, то удобнее. А то обычно вот этим крючком. Ну, а я несколько штук выловлю, и мне достаточно. Вообще у Травина масса подражателей. Есть туристические клубы, есть люди, которые ходят в велопоходы имени Травина, которые пытаются воссоздать вот отдельные участки его маршрута, но, по-моему, таких вот серьезных, которые, как он, все объехали, пока не встречалось. До этого вот его вдохновил путешественник из Голландии, который объехал всю Европу, но у Травина решил, что Европа маловато. Ну, и как-то вот широты его псковской души не хватало, слишком много для того, чтобы объехать только по Европе, и потому он все-таки вокруг всего Советского Союза. Вот одежду сам делал. И вот представьте, человек Анзе распечатал через три года. То есть он охотился, он ловил этих животных, он их там разделывал, ел сырое мясо. Ну, то есть он всячески себя обеспечивал. Вы понимаете, что это прошлый век, что это первая половина прошлого века, когда не было там каких-то новомодных курток, когда не было там супер-ботинок, когда не было там какой-то очень легкой, но теплой и в то же время там непродуваемой одеждой. Ему приходилось самому это все шить, шить какие-то там меховые спортивные трусы, и это не шутка. Шить там какую-то вот одежду, которая бы ему не мешала. Он отрастил волосы, которые ему заменяли в шапку. Это была такая большая копна. Понятное дело, что ему приходилось там минимизировать все, что он мог вести с собой, но у него была даже фотокамера, которую он там снимал. То есть он старался вот всячески запечатлеть и вот оставить для нас, оставить для потом, как такое вот воспоминание. Что им двигало? Ну, я думаю, им двигало желание победить, прежде всего, самого себя, как любого нормального человека. То есть превозмочь, доказать, показать. Делалось ли это только во славу советской власти? Да даже если это так, но все равно это невероятно. Но невероятно, когда человек со своим железным оленем вот эти вот огромное количество километров просто-напросто объехал. И я думаю, он достоин того, чтобы быть героем нашего с вами рассказа. Он достоин того, чтобы если вы никогда о нем не слышали, вы о нем услышали. И если вас это очень-очень заинтересовало, то вы будете искать дальше, вы будете читать, вы будете слушать, и в вашу жизнь тоже придет Глеб Леонтич Травит, как он пришел в мою. И, возможно, в какие-то сложные моменты жизни он будет вас воодушевлять, вдохновлять и говорить, вот посмотри, он смог, значит, ты сможешь со своими мелкими по сравнению с его походом трудностями справиться. Изучаем историю вместе, друзья. Живая история. Подписывайтесь на канал. А я пошел готовить следующую. Субтитры создавал DimaTorzok